Раньше церковь плохо относилась к актерскому ремеслу, и артистов не хоронили на кладбищах. Изменилось ли это негативное отношение в наше время? Ну, можно ответить «да». Действительно, это так. Раньше церковь относилась особенно настороженно к театру, к актерам. Почему? В чем грех? Дело в том, что в древности театр был очень тесно связан с языческими жертвоприношениями, с языческой верой, ложной верой, с почитанием идолов, с служением этим языческим богам. В Древней Греции, где зарождался театр, такие театральные мистерии были очень плотно интегрированы в саму языческую религиозную жизнь. И, конечно же, христианство, конечно же, вера в истинного Бога противостояла вот такому актерству, такому театру. Чуть позже, уже в христианское время, театр в значительной степени оторвался от этих своих языческих корней, но возникла новая проблема, которая отчасти сохраняется и до сегодняшнего дня. Театр стал потворствовать разным человеческим страстям и, может быть, прежде всего, похоти. Театр времен, скажем, святителя Иоанна Златоустова, это чаще всего были не очень высоко художественные постановки, зато полные похоти, разврата и зачастую даже сегодня мы это не могли бы назвать театром, а назвали бы какими-то совсем другими словами. Поэтому, конечно же, те люди, которые были задействованы или вот в таком языческом идоложертвенном театре, или потом в таком вот похотливом, развратном, связанном с разными оргиями, конечно же, их деятельность глубоко отрицательно оценивалась в церкви. И отношение к такому театру, к актерскому ремеслу, конечно, было резко негативное. Актер не может быть священнослужителем, не может быть священником, но это же очевидно. Или ты служишь правде и истине, и тогда ты живешь этим, или ты служишь вот в этом месте, где царствует пух, это разврат, в таком древнем театре. Сегодня мы имеем дело и с другим театром. И действительно, отношение церкви несколько поменялось, потому что существуют и очень хорошие, высокохудожественные постановки, существует театральное искусство, где затрагиваются какие-то очень глубокие и важные темы. И нет уже сегодня такой вот связи театра и язычества, или такой очевидной, скажем, связи, или театра и, ну, простите, борделя. Вот. И в этом смысле уже сегодня, ну, на многие театральные постановки нет ничего зазорного в том, чтобы пойти православному христианину. И наоборот, вот, многие произведения, многие спектакли, они заставляют задуматься о чем-то очень важном. Поэтому, да, негативное отношение к театру в значительной степени изменилось. Театр перестал быть укоренен, выдал служению, перестал быть связан с похотью и развратом в значительной степени, хотя иногда это еще и остается. И вот в этом смысле театральное искусство стало гораздо выше, и церковь к нему относится лучше. Очень важно, что любое искусство, любое творчество, это деятельность, которая благословлена Творцом, но только в том случае, когда прославляется в этой деятельности Бог. Его творчество божественное отражается в творчестве актера или сценариста, или автора какой-то пьесы, или художника. «Готово сердце мое Божие, буду петь и воспевать во славе моей, воспрянь псалтири гусли, я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя». Вот так говорил псалмопевец, это 107-й псалом. И если вот с таким настроением автор начинает писать пьесу, актер начинает играть, то тогда вот в таком театре, в таком спектакле нет ничего плохого. Если эта постановка хулит Бога, хулит веру, хулит святыни, то тогда и сегодня тоже церковь, конечно, будет к этому относиться негативно. Поэтому есть разные авторы, разные театры, разные постановки, к ним отношение должно быть различное. А христианин должен вот с рассуждением, с размышлением, как вот пчела искать вот где что-то хорошее, доброе, а не как муха, которая наоборот вот летит на что-то вот нехорошее и плохо пахнущее. Отношение к театру изменилось, но театр нормален и даже полезен в том случае, когда этот театр прославляет Бога, прославляет творческую силу Бога и то, как Господь действует в нашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok